Пастор Библейской Церкви Оксфорда Мы не можем следовать за Иисусом своими силами. Мы должны полагаться на Духа Святого, силу Духа Святого, и ключ кроется в том, чтобы отдать себя силе Духа Святого. И тогда мы сможем жить как ученики. Я делал ударение на этот ключ, о котором мало кто учит, но он очень важен. Мы должны принять эту истину. Мы рабы Христа. И Библия часто использует греческое слово «дулос». Верующих часто называют рабами Христа. Но из-за негативного отношения к рабству, слово «дулос» в английском часто переводят как «слуга». Например, когда Павел в начале своего послания называет себя слугой Христа, то на самом деле там стоит слово «дулос», которое нужно перевести как «раб». Разница между рабом и слугой кроется в том, что раб принадлежит Господину. Самоидентификация Павла не базировалась на том, что он был апостолом, а на том, что он был рабом Христа, что он принадлежал Христу. И благодаря тому, что он отдался на милость Христа, Бог дал ему благодать стать апостолом. Но важнее то, что он понимал и принимал то, что он был рабом Христа и принадлежал Ему. И поэтому все благословения, которые были у него, не принадлежали Ему, но Христу. Когда вы знаете, принимаете и радуетесь тому факту, что принадлежите Христу, вам легко и естественно отдаться Христу и Его Духу Святому. Если же вы держитесь за свою жизнь и свою независимость, то вам тяжело отдаться Христу. На самом деле вы можете отдаться лишь в том случае, если вы достаточно мотивированы. Например, проповедник может жить своей жизнью независимо от Бога. А когда ему нужно провести служение, он внезапно начинает серьезно относиться к Богу и отдается Ему, чтобы подготовить проповедь. Мы должны понимать, что мы принадлежим Богу и что мы должны отдать всю свою жизнь Ему. Вот тогда мы можем получить доступ к Его силе и благодати. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Пусть он отречется от права собственности на себя». Он говорит, «А кто потеряет душу свою?» Он имеет в виду независимость души, право собственности на душу. Тот найдет настоящую жизнь. А если вы будете держаться за свою душу, за свою независимость, за право владения, то вы потеряете свою душу. Ваша душа окажется под властью греха и разрушения, то есть ада. Иисус сказал, что ключ к жизни, к благословению, это осознание того, что вы не владеете ничем, что вы нищие духом, бедны во всех сферах, ничем не владеете. И когда вы знаете, что бедны, вы становитесь благословенными. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Теперь вы можете обладать всеми благословениями Божьими. Ключ кроется в осознании того, что мы принадлежим Богу. Тогда отдать себя Богу нам станет намного легче. Как я уже говорил, большинство английских переводов не переводят слово «дулос» как «раб», но чаще как «слуга». Это более приемлемо в культурном плане. Но есть один стих, в котором ясно говорится об этом, даже в английских переводах, потому что переводчики не могли перевести это место иначе. Давайте посмотрим на это место. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, 22 стих. Тут говорится, «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». То есть вы можете быть рабом в этом мире. В те дни рабство было распространено. Но он говорит, что Иисус освободил вас от рабства греха, и вы свободны. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Итак, вы «дулос» Христа. Мы рабы Христа. Мы должны понимать это. Мы его сыновья и дочери, невеста, но мы также его рабы. Я думаю, что на этот факт делается слишком мало ударения. И он продолжает в 23 стихе. «Вы куплены дорогою ценой». «Вы куплены дорогою ценой». «Вы рабы Христа, потому что вы куплены». А это означает, что у Христа есть право собственности на вас. Таким образом, всякое благословение принадлежит ему. А вот почему мы не можем относиться к его благословениям как к данности. Мы должны постоянно благодарить Бога за них и полагаться на него в обеспечении, потому что он может убрать это в любой момент. Но он не делает этого, потому что он верен своему завету, дабы благословить нас. Аллилуйя! Все это связано с Духом Святым, и освящением. Ведь когда мы принимаем Христа и Его кровь, которой Он приобрел нас Богу, мы соглашаемся на это приобретение, оно освобождает нас от греха, чтобы мы принадлежали Богу. Тогда Бог помещает Свой Дух Святой внутрь нас в качестве метки и печати Божьего владения нами. Присутствие Духа Святого в нас говорит о том, что мы принадлежим Богу. Чем больше души и тела вы отдаете Богу, чем больше вы позволяете Его Духу Святому обладать вами, тем больше Его присутствия будет в вас, и тем больше будет ваша святость. Таким образом, вы увеличиваете ту степень, в которой Бог владеет вами. Грядет день, когда Иисус вернется, когда Дух Святой полностью возьмет контроль над вашим телом и душой, позволив вашему телу воскреснуть, чтобы вы полностью были с Богом. Давайте посмотрим на несколько стихов, потому что это захватывающе. Чем больше вы отдаете себя Богу, чем больше Дух наполняет вашу душу, тем больше вы ходите в полноте Божией. В послании к Ефесианам 1 главе 13 стихе сказано, «Уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вы ставите печать на вещи, чтобы заявить о своем владении. И когда вы приняли Христа, вы были запечатлены Духом Святым. Теперь на вас стоит метка. Вы принадлежите Богу. Он говорит, что эта печать есть залог, только начало процесса, который закончится тем, что Бог будет полностью владеть нами. Здесь сказано, что Он есть залог наследия нашего, для искупления удела Его. Вы – Его удел или приобретение. Это говорит о том, что грядет день, когда Он полностью овладеет вами. Он дал залог. Теперь Он вас. Но Он полностью овладеет вами, как сказано, в похвалу славы Его. В первом послании к Коринфянам 1 главе 21 стихе сказано так, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть, Дух в вашем теле – это гарантия того, что теперь вы принадлежите Богу. Аллилуйя. А послание к Кримленам 8 глава 9 стих говорит, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Обратите внимание на то, что владение Божие представлено через присутствие Духа Святого в вас. Когда вы отходите от Бога, вы теряете присутствие Святого Духа. Не полностью, но вы теряете его, потому что Дух не владеет вашей душой. Вы теряете мир, теряете радость, которую дает лишь Дух. Чем больше вы признаете Божие право собственности и отдаете Ему контроль, тем больше вы позволяете Духу Святому наполнять вас. И в результате вы переживаете больше Его силы и мудрости. В Откровении сказано, «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Его имя будет на наших челах, на наших лбах. Это говорит о Его владении нами и о том, что мы будем подобными Ему. Многие знают это место. Первое послание к Коринфянам, 6 главу, 19 стих. Тут говорится, «Не знаете ли, что тела ваши, и уж тем более ваш Дух и душа, суть храм живущего в вас, Святого Духа». Он говорит о Духе Божьем у нас, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Дух в вас связан с тем фактом, что вы отдали право собственности Богу. Когда вы приняли Иисуса Господом, вы приняли Его как своего владельца, искупителя и Творца, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Да, Он заплатил цену, чтобы вы освободились от греха, а не от Бога. «Вы принадлежите Богу теперь, ибо вы куплены дорогою ценою». Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Ваше тело и ваш дух принадлежат Богу. Когда вы осознаете это, вам легко и естественно поклоняться Богу, потому что вы знаете, что теперь принадлежите Богу. Он управляет всем, владеет всем. А вот почему мы должны отдать себя Богу. И когда мы делаем это, присутствие Духа Святого начинает течь в нашей жизни. Дух Святой приносит мир, радость, мудрость и все остальное, в чем мы нуждаемся. Слава Богу! Мы принадлежим Богу. Когда мы осознаем это, мы можем обладать всеми благословениями Бога. Парадокс скроется в том, что когда мы бедны, тогда мы богаты. Когда мы знаем, что ничем не владеем и не говорим о праве собственности на что-то, тогда мы можем обладать всем, что Бог приготовил для нас. Если мы можем радоваться тому факту, что мы принадлежим Богу, и поэтому нам нужен Бог, и мы постоянно полагаемся на Него, зная, что в Своей любви Он постоянно дает нам все, это освобождает нас от стресса и попыток справиться со своей жизнью или встретить все трудности своими силами, словно все зависит от нас. Когда мы осознаем, что мы принадлежим Богу, и Он владеет нами и контролирует нас, это помогает нам позволить Духу течь и направлять нас. Я не буду страдать от стресса, решить все своими силами. Он возьмет бремя и понесет нас, когда мы оставим попытки контролировать все. Господь показал мне картину того, что я делаю. Это похоже на реку жизни, которая течет рядом. Бог желает, чтобы я доверился Ему, позволил реке понести меня. Это похоже на то, когда мы сидим на плоту и плывем по реке. Я могу ощущать алчность, но я нахожусь под контролем реки. Внутри меня есть нечто, моя плоть, что хочет держаться за берег. Я хочу управлять своей жизнью, но когда я держусь за берег, я не могу плыть по реке. Это мешает работе Божией в моей жизни. Я должен научиться доверять реке Божией, отдавая все права Ему. Обратите внимание на то, что в 1-м послании Тимофею 6-й главе 17-м стихе сказано, чтобы мы уповали не на богатство неверное. Мы не должны держаться за эти богатства, но за Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Обратите внимание на то, что Он не говорит, что Он дает нам все, чтобы мы владели этим. Он дает нам все для наслаждения. Есть вещи, вообще все вещи, вроде мудрости, благословений, силы, даются нам не во владение, но для наслаждения. Мы можем обладать ими и наслаждаться ими, но мы не должны ощущать алчность и цепляться за них. Мы должны держаться за Богом. Мы должны отдавать их Богу. Когда мы цепляемся за вещи, они становятся для нас идолами, потому что они становятся ценнее Бога. Вот почему мы ощущаем неуверенность и тревогу. И поэтому начинаем цепляться за вещи, потому что видим в них ценность. Мы пытаемся владеть этими вещами. Бог говорит нам, отпустите эти вещи. Они идолы. Они слишком важны для вас. Вы должны держаться за Меня и отдавать эти вещи Мне, отдавать Свои тревоги и бремена Мне. Но тогда река Божия может подхватить вас, и вы получите мудрость и силу, в которой нуждаетесь, но не будете владеть ею. Бог владеет вами, и Бог будет контролировать и направлять вашу жизнь, если вы отдадите себя и свою жизнь Ему. Это главный ключ к полноте. Бог желает, чтобы вы наслаждались всем. Но вы портите все, пытаясь владеть ими и контролировать их, действуя при этом независимо от Бога. Вы должны принять тот факт, что принадлежите Богу, и вы всегда будете зависеть от Бога, от Его обеспечения благодатью каждый момент жизни, потому что вы ничем не владеете. Мы лишаем себя Божьей жизни и благословений, когда ведем себя как владельцы своей жизни и благословений. Мы видим пример в 22-м псалме. Это известный псалом, в котором сказано «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот в чем его суть. Иными словами, если Господь – мой пастырь, Он поведет меня ко всем благословениям. И в этом псалме мы видим все благословения, которым нас приводит пастух. Интересно, что в 21-м псалме говорится о том, что добрый пастырь полагает свою жизнь за овец, даруя им искупление через свою кровь. Это пророчество 21-го псалма. А в 22-м псалме мы видим, что пастырь воскресает из мертвых и начинает вести своих овец. Он призывает их к себе и говорит «Овцы мои, слышат голос мой». Мы услышали его голос через Евангелие и начали следовать за Иисусом. Следуя за Ним, мы приходим к полноте благословений. И суть вот в чем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Опять же, мы фокусируемся на этом, потому что я ни в чем не буду нуждаться. Это чудесно. Это означает, что Он желает привести нас к обладанию всеми Его благословениями. Безусловно, мы фокусируемся на фразе «Я ни в чем не буду нуждаться». И это чудесно. Но обратите внимание, что все это базируется на фразе «Господь, пастырь мой». И для того, чтобы наслаждаться благословениями, мы должны подчиниться лидерству пастыря. Овцы получают благословения лишь в том случае, если они следуют за пастырем. Мы понимаем, что для этого мы должны подчиниться Господу. Но даже в таком случае мы можем упустить то, что происходит здесь. Мы можем истолковать все это в функциональном смысле. Мы подчиняемся Его власти, делаем то, что говорит пастух. Мы можем истолковать это так. Но на самом деле здесь есть нечто большее. Это глубже того функционального вопроса исполнения того, что Он говорит, потому что Он наш начальник. Есть более глубокий аспект. Я называю его экзистенциональным вопросом или вопросом идентичности. Это вопрос о том, что я принадлежу Ему. Когда говорится, «Господь пастырь мой», то на самом деле имеется в виду, что Он мой владелец. Он не просто обладает властью надо мной. Он владеет мной. Я его овца. Он владеет мною. И овца говорит, «Господь мой пастырь». Она провозглашает тот факт, что принадлежит пастуху. Когда овца знает, что она принадлежит пастырю, то следование за пастырем происходит естественным образом. Козлы отличаются от овец. Овцы умеют следовать, а козлы не следуют за пастухом. Они идут впереди. Вот в чем разница между овцами и козлами. Козел не считает, что принадлежит пастырю. Он независим. Бог желает, чтобы мы были как овцы. Когда овца знает, что она принадлежит пастырю, она держится рядом с ним и следует за ним. В результате этого пастырь может повести ее к полноте благословений. Если мы исповедуем Господа нашим владельцам, тогда мы готовы получить все благословения. Главная причина, почему у нас есть проблемы с плотью, в вопросе подчинения Христу и выполнения Его воли, кроется в том, что мы не приняли в полноте истину, что мы – Его приобретенная собственность. Овца, которая заблудилась, пошла своим путем во грехе, живя независимо от пастыря, делает это потому, что не приняла право собственности пастыря на себя. И в той степени, в которой мы принимаем Его право собственности, в той же мере, мы можем подчиниться Его лидерству. А это, в свою очередь, определяет ту степень, в которой мы можем обладать благословениями, которые Он хочет дать нам. Когда мы отвергаем Его право собственности и пытаемся следовать за Иисусом на Своих условиях, мы лишаем себя полноты Его благодати. Он всегда благословляет нас настолько, насколько может. Но мы ограничены, потому что мы пытаемся удержать контроль. Лишь когда мы признаем и примем Его право собственности на нас, мы сможем отдать Свою сущность Ему в полноте, чтобы Он обладал нами. И только тогда мы можем полностью обладать Им и всем, что Он хочет дать нам по благодати. Так как Он владеет нами, Он также владеет всеми благословениями, которые дает нам. Благословения жизни, исцеления, мудрости и все остальное. Хоть Он и дал Его вам, вы не владеете Им. Очень важно понимать это. Вы обладаете Им, но не владеете. А это означает, что мы должны полагаться на Бога, чтобы благословения продолжались и являлись в нашей жизни. Так мы освобождаемся от алчности, которая тянет нас к плоти. Когда мы хотим контролировать благословения, мы отдаляемся от них. Это не позволяет нам получить больше. В каждом благословении, которое Бог дает нам, мы должны признавать, что Он является источником. Мы должны сказать, «Ты мой Адонай, мой владелец. Я признаю, что все это пришло от Тебя, и теперь я отдаю все это Тебе. Господи, Ты показал мне нечто, и теперь я отдаю это Тебе, чтобы получить Твою силу для выполнения этой задачи». В тот момент, когда мы пытаемся взять все под контроль, мы теряем благословение Божие. Бог создал нас, чтобы мы имели власть и силу. Мы были созданы для этого. Но если мы алчно жаждем власти, пытаясь заполучить ее ради себя, тогда Бог блокирует нам доступ к ней, потому что Он знает, что она растлит нас. И какую бы силу или способность Бог не дал вам, как бы Он не использовал нас, мы должны отдавать все это Богу. Есть одна интересная история в 10 главе Луки. Давайте посмотрим на нее. Это 10 глава, 17 стих. И тут сказано, «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Хоть это и звучало как радостная новость, они возгордились, потому что решили, что теперь у них есть сила. Сказано, что Иисус дал им эту силу, но они решили, что теперь она принадлежит им. Они пытались завладеть этой силой, и их распирала гордость. Теперь они были кем-то. Они основывали свою идентичность на этой силе. Они воздавали славу себе. Но Иисус предупредил их. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Он сказал им, «Будьте осторожны, потому что это же случилось и с сатаной». Бог дал ему невероятную славу, красоту и силу. Но вместо того, чтобы признать тот факт, что они пришли от Бога, и принадлежа Богу, он попытался завладеть славой. Но она происходила от Бога. Он влюбился в себя и решил, что теперь это все принадлежит ему. Он сказал, «Теперь я владею всем этим, и мне должны воздавать славу и поклонение». Его сердце возгордилось. Он захотел сам владеть собою, и из-за этого он пал с небес. Он потерял все. А в 19 стихе Иисус говорит интересные слова. «Се даю вам». Он не сказал, «Я дал вам». Он сказал, «Я даю вам власть наступать на змеи-скорпионов». Это настоящее время. Это означает, что он постоянно дает. Он не дал им раз, и теперь все это принадлежит им, и они могут пользоваться этим, как захотят. Нет. Он дал им ее. И он продолжает давать им эту силу. Они не владеют этой силой. Эта сила течет из-за Иисуса. Он владелец. Вы должны понимать, что сила, которую переживаете в себе, не ваша сила. Это сила, которую я даю вам. Я владелец этой силы. Он говорит, «Вот, я даю вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Он говорит, «Если вы хотите оставаться с моей силой, то должны помнить, что это Я дал ее вам». Он говорит, «Не забывайте, что Я дал ее вам. Не приписывайте ее себе. Я источник силы». Помните об этом? И тогда вы будете жить с этой силой. Однако, так же тому не радуйтесь, не строите свою личность на этом, что духи вам повинуются. Не строите свою идентичность на том факте, что вы владеете этой силой, что она принадлежит вам. Она не принадлежит вам. Вы получили ее лишь потому, что Я дал ее вам. Вот что говорит Иисус. «Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах в книге жизни Агнца». Он говорит, «Вы должны радоваться потому, что вас приобрели кровью Агнца. Вы навеки принадлежите Богу». Вот почему вы должны радоваться. Да, вы можете наслаждаться силой Божией вас, но не пытайтесь завладеть ею. Наслаждайтесь ей, но не пытайтесь завладеть ей. Поймите, что это Божья сила, что она принадлежит Богу. И чудесно, что эта сила может течь через Меня. Но Я отдаю ее Богу и воздаю славу Богу за нее». Затем Иисус сказал, «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам». Младенцы не пытаются владеть чем-то. Младенцы просто принимают все это в качестве даров благодати, не пытаясь завладеть ими. Бог дает их тем, кто позволяет Ему быть их владельцем. Аминь. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни-Скул-Холл. Слава Богу,